Дамы и господа, здравствуйте, меня зовут Рик, и мы с вами продолжаем наше прохождение Dark Souls 2. Первым делом, возможно, вы обратили внимание на это в прошлом эпизоде, возможно нет, но под самый конец я немножко запнулся, и это было потому, что я ожидал увидеть одного персонажа у Бонфайра, к которому мы пришли в замке Дранглейк, или Дранглейк, как я его предпочитаю называть. И не обнаружил я там Бенхарта, или правильно он, по-моему, Беренхарт, а не Бенхарт, ну как-то так. И я сначала не совсем понял, почему так, я достаточно долго его бегал искал, но нашел я его, в общем-то, на том самом месте, где мы его видели первый раз, а все потому, что с ним нужно поговорить после того, как вы освободите Розабет, ту самую девушку, которая продает пиромантию. Ну что, я не знаю. Практически, как вы делаете, что ты делаете? Не думал я тебе это знаю, пал. Нет, нет, нет. Это не как это звучит, не знаю. Это было приятно, что это все. Мой зовут Бенхарт. И благодаря вам, я могу закончить мою с Behaviру. Если мы сейчас о том, чтобы мы встретимся снова. Я уверяю, что мыachtерним снова. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Данный столб чуть попозже опустится И мы поднимемся наверх Я покажу, что там Ну а пока что мы идем В место, которое Честно вам скажу, вы этого не увидите в видео Но оно заставило меня немножко возненавидеть Класс мага на тот момент И сейчас вы увидите почему Многие из вас уже мне говорили о том Что я, в общем-то, не понимаю Как играет за мага И в какой-то степени Уже сейчас Когда я, так сказать Ну немножко все-таки больше разбираюсь Во всем этом Я согласен с вами полностью И я действительно не понимал, что я делаю И на вот этом Примере В этой комнате вы сейчас очень Хорошо в этом убедитесь Но, тем не менее Эта комната Ну и не только это Но и последующая Заставит меня немножко пересмотреть Мое видение Мага как класса И В конце концов Я надеюсь, что вы тоже это признаете Я разберусь Как играть за мага Ну а пока что Вы будете смотреть на мои Страдания В таком виде Кто-то из вас сказал мне о том, что Для противников со щитами очень хорошо помогает Туман тьмы Мне так и не довелось Испробовать Это предположение Если честно Сам не знаю почему Но Мне почему-то казалось, что Поскольку мы маги Нам нужно Точечные заклинания Которые будут сильно бить Противников И я почему-то полностью Игнорировал тот факт Что очень часто Противников может быть Больше чем один И за это Поплачуясь в очередной раз Собственно Вот этот голем И Опускает ту самую платформу Но На ту платформу Мы с вами сходим уже Чуть попозже Кроме того Также я Это мое личное предположение Вы можете с ним согласиться Можете не согласиться Но я считаю, что Играть магом Следует Не с Самого начала Игры За нового персонажа Почему так? Потому что Если вот даже сейчас Вы сравните И посмотрите на Мой урон От Всяких стрел души Конечно Ну Согласен, что Стрела души Самое слабое заклинание Но Та же самая Большая стрела души Которая кастуется Ну Не Сильно Но дольше Чем Та же самая Резонансная душа Или как она правильно Называется Этот хекс А урон При этом Наверное Где-то в полтора раза меньше То Я считаю Что Нету У мага На ранней стадии игры Достаточно Только до определенного момента Потом Опять же Может быть сейчас Если я заново Начну играть за мага Мне кажется Я Немножко пересмотрю Свою стратегию И может быть Я уже не буду так считать Но Как вы видите Первое что я решил сделать Это кстати тоже Совет одного из моих зрителей Это я решил Сделать Себе кинжал Заинчантил его Чарами Ну или Заинчантил чарами Это масло масляное Наверное Правильнее будет сказать Закалил Чарами Есть еще Так же Закаление магии И Закалка скорее Закаление И Вот здесь Сейчас Кстати говоря В этой комнате Опять же Вы наверное Может быть уже увидите Что я Немножко более опытно Расправляюсь с этими противниками И как то Не так это все Плохо выглядит А все потому Что это примерно Моя Седьмая Или восьмая попытка В этой долбанной комнате И Эта комната Научила меня Больше действовать Меньше сидеть в защите И Разумеется В конце концов Будь убитым И как видите Большая стрелка Души В общем то Сделала Работу Не Сильно Хуже Чем Опять же Этот самый Хекс В этих сундуках Мы получим Три Полезные вещи Не все Они равноценно Полезные Но тем не менее Колокольчик Ката Большой меч Душ И здесь Будет какой то Там молот На чем Я хотел бы Заострить свое Внимание Так это На вот этом Заклинании Большой меч Душ Вы наверняка Видели его Во многих Пвп видео Это очень часто Заклинание Используется В pvp И когда Игроки Играют Против других Игроков А все потому Что это Огромное Ауе Я бы сказал Которая бьет Ну достаточно В близком Расстоянии Я бы сказал У него рейндж Примерно такой же Как у По-английски Это меч Назывался Вешинг пол Огромный Меч Который Как катана Выглядит Которая Прямо как у Сефирота Из файнл фэнтези Но По рейнджу Наверное Это заклинание Будет еще Больше И Что самое главное Оно бьет всех То есть Как бы Оно Можно его Использовать Как ауе Тем не менее За всю игру Я наверное Буду его использовать Один или два раза И как ни странно Опять же В pvp А не в pve А что касается Именно Ауе А так Как ни странно Я их буду использовать Крайне мало Потому что Я наконец то пойму Как играть за маг Ну а пока что Слушая меня Вы возможно Сделали Уже Небольшой вывод И Спрашиваете меня Что значит Использовать Всю игру Откуда я знаю Сколько раз Я буду использовать Это заклинание Я Не совсем Если честно Планировал Говорить вам об этом Но народ Я прошел Игру Наконец то Я Очень долго болел И Решил Что Раз уж так То нефиг Тратить время И Уж точно Комментировать Вживую Я не мог Но решил Почему бы Наконец то Не закончить игру И Именно поэтому Я буду вам Рассказывать О своих впечатлениях О прохождении В небольшой Ретроспективе Вспоминая Какие ошибки Я делал И как я в результате Пришел к тому Чтобы Быть Относительно Хорошим магом Заранее Кстати скажу Что это Означает Что я прошел Только основную игру Я дак и не трогал DLC Я не знаю Что там И я до сих пор Еще не уверен Буду ли я делать Прохождение Вслепую Либо я все-таки Сделаю Это Как-то уже Более подготовленным Ну а тем не менее Вы видели Очередную мою Ошибку за мага Я рванул Вперед Потом Вы Поймете Каким магом Я предпочитаю Играть Мне гораздо больше Нравится маг Который все-таки Может и нападать В рукопашную И моя ошибка Пока что Здесь была в том Что хоть я и Понял Что мне нужен Хотя бы кинжал Далеко не каждому Мобу Можно сделать Бэкстап А как вы знаете Кинжалы Хороши тем Что при критических Ударах А именно Парировании Или ударив спину Урон колоссальный Он скалируется Очень сильно Там множитель Какой-то бешеный Ну собственно Это распространяется Насколько я знаю Только на кинжалы Я не уверен Про рапиры Но кинжалы Соответственно 100% И кроме того Еще одна вещь Которую я Для себя осознал Это Ну давайте Чуть об этом попозже Пока что мы Поприветствуем Вот этого мазохиста Мы с вами Чуть попозже Узнаем Более подробно Что это за персонаж Но смысл Примера в том Что он на самом деле Сам себя заковал В такие цепи А зачем Мы узнаем С вами попозже Но вопрос в другом Что он Закрывает И знакомьтесь Это одна из Сестер Милфониту О них мы с вами Тоже узнаем Ну я думаю В следующем эпизоде Да А пока что Собираем то Что здесь есть Так вот По поводу Заковки Или Закалки Оружия Магии Или Чарами Опять же Можете со мной согласиться Можете со мной не согласиться Но По моим наблюдениям Когда Ваш интеллект Переваливает За 50 Оружие с Энчантом Немножко хуже На мой взгляд Чем оружие с Магией Это конечно Не совсем Правильный Вывод Потому что Из моего Понимания Игры И того Что я пока что Видел И Попробовал На собственной шкуре Я понял следующее Энчант В чем разница Между магией И энчантом Магическое оружие Когда вы делаете Обычное оружие Магическое Это означает Что у него Добавляется Магический урон Энчантовое оружие Не добавляет Магический урон Оно Позволяет Физическому урону Скалироваться С вашим интеллектом В связи с этим Поднимается Резонный вопрос Что же лучше Физический урон Или магический урон И вот тут На самом деле Сказать Однозначно нельзя Потому что Есть противники Которые Гораздо более Сподвижны К магическому урону И есть наоборот Противники Которые Гораздо Быстрее Умирают От физического Яркий пример Это те самые маги Львиные маги Или львиные Эти воины Которые Считается Что это просто ад Для мага Проходить эту локацию Что в общем-то В чем мы с вами Убедились Насительно недавно Ловушка И большая стрела Огня Как вы видели Использование Бинокля Это в общем-то Первый такой Звоночек К тому Что я наконец-то Понимаю Что маг не должен Кидаться Сломя голову Вперед Как будто Он танк В броне Хейвла Но Тем не менее Позже Я все равно Сделаю Небольшой гибрид И вы увидите Что оружием Я тоже буду Пользоваться чаще Но все равно При этом Буду оставаться магом Я согласен Что раньше У меня Был билд Когда я бегал С этими двумя рапирами Это скорее был воин Который иногда Пользовался магией Должно же быть Все-таки наоборот Должен быть маг Который стреляет Заклинаниями Но иногда В ситуации Нестандартной Ему приходится Использовать оружие Здесь Это был один из первых Разов Или случаев Когда я использовал Вихрь души Именно уже В реальном бою И Я честно вам скажу Я очень разочарован Этим заклинанием Мне всегда казалось Что оно гораздо Более эффективное Но То как медленно Начинается То как Мало урона Наносит И как медленно Оно двигается Само по себе Меня Заставило Очень быстро Убрать Это заклинание Из своего инвентаря Но это будет Чуть попозже Вот пример того Как мне следовало Играть раньше Как мне следовало Драться против Противников Со щитом Потому что Все-таки Рукопашный бой Хоть ты и за мага Играешь Никто не отменял И репосты В том числе Ну или не репосты Скорее Хотя Это наверное Гардбрейк Правильно называется Пролом защиты А репосты Они все-таки Препарирование Хотя там В общем-то Разница Почти что Одинаковая Ну Каким-то таким Боком Продвигаемся Дальше Еще один момент Который Я вам Немножко Сделаю Такой спойлер Я полностью Откажусь От хексов Потому что Все-таки Хекс билд Он Ну Мне кажется Он немножко Ограничивает Потенциал Мага Как класса И На тот момент Когда я играл Сейчас И буквально Совсем недавно Я вам говорил О том что Резонансная душа Гораздо Больше Наносит урон Чем маги Я в принципе До сих пор С этим согласен Но Хотя бы Тот факт Что приходится Регулярно Менять посох На колокольчик И назад Не раз Заставляло Меня задуматься О том Нужно ли мне Это вообще И В конце концов Как я и сказал Я откажусь Полностью от хексов Потому что Все-таки Хекс билд Это Не магический Билд Все-таки Разные вещи И для меня Это почему-то Было изначально Непонятно Все-таки Если Обсуждать Продолжать Обсуждать Магическую Сторону Вопроса То Не знаю Поняли вы Или нет Но Поскольку Я так сказать Окунулся С головой И решил Просто Вслепую Понять Что же такое Маг Dark Souls 2 Вы наверняка Догадались Что Я не На своей Шкуре Это Все Опробовал А читал Гайд И тот Гайд По которому Я делал Своего персонажа В общем-то Говорил О достаточно Странных Вещах То есть Скорее Это был Не маг А такой Был Кастер Это будет Более правильно То есть Персонаж Который Использует Всяческие Заклинания В том числе Не только Магию Но и Пиромантию И Хексы И В какой-то Степени Может быть Даже Чудеса И Меня не Покидала Мысль Того Что Что-то Здесь Не так Что-то Как-то Все-таки Ненормально И В какой-то Степени У такого Билда Есть Оправдание Хотя Потому Что Многие Персонажи Помимо Тех Самых Львиных Войнов И Магов Имеют Большой Резист К Магическому Урону Ну Например Маленький Резист К Урону От Порчи И Наоборот И Так Далее И То же Самое Касается И Чудес И Огненных Всяких Заклинаний То есть Пирамантии Но Все-таки Общепризнанным Насколько Я знаю Считается Чудеса Связанные По урону С Молнией Соответственно Это Вроде Считается У большинства Персонажей Меньше Всего Резист Именно К Этим Заклинаниям Наверное Именно Поэтому Мне Больше Всего Дарксалус Все-таки Понравилось Играть За Клирика Хотя Маг Которым Я Закончил Гру Нравится Мне Если честно Не Меньше Но Пока Что Я Решил Поскольку У нас Есть Хоть Немножко Душ Вернуться К Изумрудному Вестнику Также Отдать Осколок Фляге И Кроме Титанитов Я Решил Проапгрей Еще Больше Свой Кинжал Ну А Интеллект У меня Теперь 50 А Точнее 51 Если Мы Посмотрим Потом На Мои Характеристики И Теперь Кинжал У нас Плюс 7 Ну А Продолжая Наше Прохождение Мы Приходим Уже В общем Почти Что К Боссу И Вот Тут Опять же У Меня Произошло Такое Небольшое Озарение На мой Взгляд В этой Комнате Потому Что Как Вы Наверняка Все Знаете Комната Достаточно Сложна Тем Что Здесь Будет Очень Много Статуй Живающих Ну Или Голем И Скорее Которые Все Дружно Кидаются На вас И Благополучно Хотят Убить При этом Боины Достаточно Быстрые Противники И Можно Сделать Бэкстап Насколько Я Помню Если Честно Мне Так Не Получилось Это Сделать Конкретно В этом Прохождении Но Если Я Не Ошибаюсь Бэкстап Сделать Можно Но Они Достаточно Быстрые Поэтому Сделать Это Не Так Уже Просто Но Вот Что Я Понял Здесь Как Можете Видеть Я Не Остаюсь В Этой Комнате Я Все Время Отхожу Назад Потому Что Примерно Здесь У меня Снизошло На меня Озарение Очередное Что Маг Именно Маг Должен Стоять Позади И Здесь Кстати У меня Как раз Таки Возникла Мысль О том Что Самый Вихрь Душ Очень Хорошо Будет Работать Только В Коопе С кем То Еще И Когда Танк Собирает На себе Какую То Толпу Противников А вы Кидаете Туда Этот Самый Вихрь Душ Что Тогда Наверное Урон Будет Хороший Это Будет Эффективное Заклинание Когда Вы Проходите Игру В одиночку Как Я Сейчас Мне Кажется Это Заклинание Достаточно Бесполезное Кто Может Сказать Что Нет Я Не Прав Что За Маг Играть Гораздо Интереснее И Я Просто Не Понимаю Как За Него Играть И Не Надо Никуда Отходить Назад Ну Значит Мне Еще Нужно Чему То Поучиться Если Действительно Так Либо Я Просто Мне Не Подходит Такой Стиль Игры Мне Больше Нравится Бросаться В Рукопашку Нежели Чем Стоять И Куда Там Отбегать Назад Хотя Признаюсь Опять же И Снимать Всех Прицельными Выстрелами Нежели Чем Кидаться В толпу Противников Ну А тем Временем Я Не Случайно Хотел Поговорить С Бен Хартом Потому Что Я Не Совсем Уверен Конечно Но По-моему Если Мы С Нем Не Поговорили Там То Мы Не Смогли Призвать Его На Бой С Зеркальным Рыцарем Которого Вы Сейчас У Видите У Бен Харта Есть Своя История Смысл В том Что Его Нужно Призывать Три Раза Я Уже По-моему Об Этому Говорил Причем Неважно Какой Бой Можно Использовать Уголь Вражды Разжигая Костер И Призывая Бен Харта На Один И Тот Ж Бой Несколько Раз Но Сами Понимаете Это Становится Гораздо Сложнее Каждый Раз Каждому Углю Бен Хард До Патча Я не помню Какого Конкретно Был Достаточно Слабым Помощником Поэтому Очень Многие Призывали Его На Бой С Тем Самым Самым Простым Боссом Игры Который Как он Считается Которым Я не Помню Как он Точно Называется Но Где Там Был Этот Маг И Куча Его Последователей Его Бой И Позже Я Это И Сделаю Посредством Уголя Вражды Угля Вражды У Зеркального Рыцаря Для Мага Есть Только Одна Действительно Большая Проблема Это То Что Если Вы Угодите Заклинанием Его Щит То Заклинание Просто Отскакивает Именно Поэтому Я Каждый Раз Старался Позиционировать Себя Так Что Сам Рыцарь Будет Находиться Между Его Щитом И Мной Таким Образом Я полностью Исключал Вероятность Того Что Заклинание Отскочит Я не знаю Может ли Нанести урон Скорее всего Не может Когда Она Отскакивает Но Сам факт Того Что Когда Вы Используете Ту же Самую Стрелу Души Которых У вас Не так Уж И Много И Оно Просто Отскакивает Не нанося Никакого Урона Это Крайне Сильно Расстраивает Как Минимум А тем Временем Я Начинаю Обращать Внимание На то Что Бенхард Что-то Потихоньку Умирает И Если Он Умрет Пока Жив Зеркальный Рыцарь То Это Так Скать Его Ассист Не Засчитается Мне И Придется Либо Заново Убивать Зеркального Рыцаря Либо Использовать Уголь Вражде Но Тем Не Мене Как Вы Видите Все Достаточно Успешно Заканчивается Для меня И Для Бенхарта И Мы С ним Увидимся Еще Как Минимум Два Раза А Может Даже И Больше Получаем Ачивку Очередную И Давайте Почитаем Описание Души Душа Зеркального Рыцаря Которая Хранит Оставшуюся Бесхозяина Замок От Нежанных Гостей Когда-то Храбрели Шезвой Нашли Королевским Проходом Чтобы Испытать Себя Но Теперь Он Лишний Дает Отправиться В погоню За Королем Беглецом Король Беглец Разумеется Вау Вендрик Точно Чуть не забыл Ну И В общем-то Народ На Этой Ноте Может С вами Попрощаться Единственное Что Нам Осталось Забрать Это В Одном Из Вот Этих Рукавчиков Есть Заклинание Которое Вроде Как Считается Одним Из Достаточно Мощных Заклинаний Для Мага Но На мой Взгляд Это Одно Из Самых Бестолковых Заклинаний Которое Очень Когда Либо Было И Опять Ж Может Я Не Понимаю Как Полю За Снарядом Души Правильно Но На Практике Это Настолько Медленное Заклинание Кстати Говоря Оно Очень Похоже На Заклинание Похожее Dark Souls 1 Которое Мы Получали У Биг Хэт Которое Вызывало Такой Такую Полосу Из Кристаллов В данном же Случае Я Не знаю Может Такая Магия Опять Ж Здесь Осталась Я Честно Пока Что Не Видел Но В данном Случае Что Делает Это Заклинание Я Не Уверен Покажу Я Хоть Раз Как Я И И И Нет Но Из Того Что Я Видел Из Того Как Я Пробовал На Черту Кстати Говоря Точно Такой Атакой Атакует Нашандра Если Я Не Ошибаюсь То Разница Что Это Магический Луч А у Нее Это Луч Тьмы И Как Только Луч Проходит Через Цель Он Больше Урона Ей Не Наносит Если Эта Цель Маленькая Разумеется Поэтому Из-за Того Что Он Настолько Медленный Я Им Не Пользовался Больше Никогда После Того Как Я Испытал Ну Народ Я Надеюсь Вам Этот Эйзод Понравился Следующий Я Надеюсь Не Заставит Себе Долго Ждать Особенно Учитывая Что Теперь Все Что Мне Нужно Это Просто Озвучивать Видео И Редактировать Его Не Записывая До Скорых Встреч